здравия соратники и вот я снова в городишке бар замечательное место и гуляя по этому бару я чего-то иногда смотря всякие киселевские передачи где рассказывают о страшных бедствиях европы без российского газа как-то вот этих бедствий не замечаю потому что же особенно вот вечером здесь жизнь кипит сегодня пятница 15 то есть 607 сумме 13 6 года то есть 22 сегодня замечательный день несмотря на то что я как-то не выспался но сегодня замечательный день для того чтобы записать это видео потому что ну события нарастают события интересные нарастают и сегодня такой будет обзорный ролик потому что конкретной темы нет но ролик будет называться хроники безумия 21 по-моему был выпуск сейчас какой-то 22 или 23 не важно важно другое я на одиночке потому что солнышко так вот более важно другое более важно то что все что я рассказывал она сбывается и об этом я расскажу чуть позже а сейчас я хочу показать вам это красивейшее замечательное место здесь так называемый променад вот здесь вот набережная вот там круизные лайнеры вот тут яхты и как-то вот хожу только что я купил 4к камеру я покажу это я на старую камеру снимаю камера за полторы тысячи евро такая в россии сейчас при нынешнем курсе три тысячи евро и собственно это меня исподвигло записать этот ролик и рассказать всем вам о том как плохо живет европа без российского газа сам я собственно живу в квартире которая отапливается кондиционером особенность кондиционера в том что он отапливает вот я просто расскажу обо всем немножко перескакивая потом подведу некий итог и все все будет понятно к чему я это все особенность кондиционера в том что он нагревает не за счет нагревательных элементов а за счет того что он как холодильник берет тепло с одного места перекачивать другое то есть до минус десяти дешевле топить отапливать кондиционером а газом учитывая то что здесь средняя зимняя температура 12 плюс 12 я думаю что черногория без российского газа как-нибудь переживет равно как она и переживет прекрасно себя будет чувствовать и не только черногория но и вся европа потому что по большому счету вопрос цены нефти за цены газа это бумажка вопрос того сколько они напечатают и вот чтобы стимулировать экономику европа тупые европейцы туми тупые америкосы почему-то печатают много-много денежек и вбрасывают в экономику но умные мне и до гениальности и непонятные для меня действия центробанка действиями мишустина говорят о секвестирование бюджета то есть грубо говоря об урезании бюджетных денег вопрос почему во время войны никто не урезал даже деньги бюджетные на образование всегда было 4 процента сейчас у нас меньше двух по моему процентов я вот не могу понять одну вещь почему столь гениальный своей прозорливости мишустин сейчас объявил о секвестирование уменьшение бюджетных расходов мне вот это вот совсем непонятно все знакомые с экономикой люди почему-то при оценке происходящего оперируют сугубо экономическими понятиями как пиздец я не являюсь специалистом в экономике я лишь некоторые догадки могу строить поэтому я не берусь верно трактовать этот термин пусть это делают специалисты кстати почему-то этот термин также широко используют специалисты по военной науке которые несмотря на подъем советского флага в различных местах вроде лисичанска почему то используют именно этот термин я смотря на это поднятие флага почему-то всегда очень сильно хочу чтобы этот флаг наконец-таки возреял над кремлем я хочу узнать а когда же освободят москву советские войска потому что смотря на советские флаги над советскими же танками почему-то в украине с обеих сторон используется именно советское вооружение подавляющим большинстве случаев и я вот хотел бы понять кто с кем там спецоперируют или воюют это смотря как посмотреть в на украине запрещено это называть спецоперацией в россии это запрещено называть войной непонятно тогда как это все называть странная такая спецоперация при которой во всю идет сотрудничество с теми против кого идет эта спецоперация вопросы 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 но возвращаясь к экономическим реалиям я действительно не понимаю почему сейчас идет сокращение бюджета которая проводит мишустин в то время как переводится экономику на военные рельсы я не понимаю каким образом это поможет переводу на военные рельсы когда во первых перевод на военные рельсы в сорок первом произошел в течение трех месяцев несмотря на эвакуацию в половины заводов в сибирь и они почему-то буквально через неделю начинали работать еще в полную мощь почему у нас тут почти те же полгода прошло и мы еще не достигли никаких параметров даже военного времени на мой взгляд опять же второй вопрос это почему происходит уменьшение расходов расходов которые в общем то нужны для стимулирования экономики очень много причитаний было у мишустина по поводу того что у мишустина например условно у мишустина это может быть и условный медведев условный путин во всех его многолитих проявлениях он же у нас человек одаренный иногда некоторые замечали что он в двух местах в одно время бывал очень разноторонний развитый человек так вот хотелось бы узнать каким образом вот это вот секвестирование поможет экономике хотя все остальные страны почему-то делают наоборот они стимулируют экономику потому что чем больше денег вбрасывается в экономику тем больше потерь способность спрос тем больше соответственно собираемость налогов занятость и так далее и так далее и тому подобное вопрос каким образом уменьшение расходов на пенсию мной уже сделанную поможет экономике потому что количество пенсионеров уменьшилась более чем на миллион условно полтора миллиона по некоторым данным полтора миллиона умножить на в год минимум 200 тысяч это огромная сумма но еще более огромная сумма ушла из бюджета из экономики то есть обескровленная экономика оказалась даже не изъятием вот этих вот пресловутых трехсот пятидесяти миллиардов долларов вся весь бюджет эрефии за двадцать первый год был примерно триста тридцать три или триста триста пять что такое в долларах по тому курсу соответственно каким образом вот только представьте чтобы произошло если бы мы не отправляли эти деньги куда-то благодаря санкциям еще зажали порядка 150 миллиардов просто округлим эту сумму с до пол триллиона долларов или евро они сейчас кстати сравнялись представьте пол триллиона еще пол триллиона у нас минимум есть не успели наложить лапу свои цепкие лапки запад на наши резервы и это только по официальным данным это мы не берем имущество и резервы денежные подконтрольные на тоже так называемого государства эрефии то есть представьте сумма один триллион долларов у нас только официально некоторые говорят о том что было выведено от трех до пяти триллионов за все время правления нынешнего режима иначе его назвать нельзя так называемой власти но возьмем даже на гарантированно доказанную сумму которая имеется и имелась в распоряжении эрефии несмотря на то что бюджет у нас где-то один процент населения и в реальности где-то пол процента ввп валового внутреннего продукта совокупного gdp всего мира вот докатились энергетическая сверхдержава и пол процента можно по типу по аналогии с некоторыми премьер-министрами других стран назвать нашего президента вову пол процента и я не верю это не потому что такой смелый там на меня и так уже пытаются кучу всего навешать и открыть всяких делов и дело не в этом я том что это правда это объективная ситуация на данный момент ну так вот представьте что было бы если бы вот эти вот этот триллион даже один триллион гарантированно имеющийся в нашем распоряжении был бы использован на благо страны то есть страна могла бы не платить налоги минимум три года это минимум никакие налоги а если к этому добавить еще постоянно поступающие новые суммы а сейчас благодаря ценам на нефть и на газ доходы газпрома и бюджета беспрецедентно высоки несмотря на обилие денег почему-то они не расходуются и несмотря на извечный профицит бюджета который был в предыдущие годы очень часто несмотря на то что было не целевое расходование средств во многих случаях проще говоря коррупции из-за это многие люди сажаются несмотря на то что даже если не трогать разных полковников захарченко и прочих которых там тут-то 9 то еще сколько-то там миллиардов в наличке дома просто можно представить сколько он вывел сколько ему еще там в офшорах принадлежит и так далее то это просто мои фантазии инсинуации парано и так далее у меня вопрос следующий вот если сложить несколько факторов даже без изменения внутренней политики то пять лет можно всем не платить налогов это дало бы взрывной эффект экономики взрывной просто потому что появился выплатежеспособный спрос без налогов без любых экономика бы и производители воспрянули начали производить хорошие вещи но это в идеальном государстве вот такой сферический конь в вакууме абстрактная идея что было бы если бы у власти были не паразиты а патриоты тоже на букву п но есть нюанс какой-нибудь но мы видим обратную картину мы видим дальнейшее урезание экономики мы видим спецоперацию которая началась удивительно вовремя когда провалился план по уколизации населения двух стран обеих и россии и украины если это можно нас к странами мы видим а удивительную прозорливость минобороны которая начало операцию без авиаподготовки почему-то америкосы несчастного саддама бомбили то ли две то ли три недели до ввода войск уничтожи все что может стрелять практически используя средства космической разведки так далее мы видим практически советские вооружения мы не видим по отзывам многих людей беспилотников российской армии в достаточном количестве мы не видим даже гражданских беспилотников люди собирают эсэмэскими и пожертвованиями на беспилотники в армии но извините военный бюджет был по паритету покупательной способности не сопоставим с а многими многими большими у нас было вроде бы военная разведка которая ну допустим если в части поддержки гражданского общества россии который кто-то ассоциирует еще с не товарищем путиным ну допустим приврали да и нет поддержки населения но извините меня если бы стоял на перекрестке на каждом перекрестке бдр не сожженный то наверное к россии отношение было бы другим но что мы видим мы видим какую-то слепоту военной разведки которая почему-то забыла что восемь лет стреляли по донбассу и не всегда советским вооружением и по некоторым данным около 20 по официальным же данным тысяч и разных нлоу и дживелинов поставили это нельзя было уже знали о совместных учениях знали о накачке вооружением причем в таком виде что иначе как подготовка к партизанской войне это назвать было сложно то есть почему-то американская разведка знала о том что будет спецоперация скажем так и придется украинцам вести практически партизанскую войну на некоторых территориях а вот минобороны не знал и почему-то вот иногда конвои у нас были без защиты надлежащий почему-то рэп хваленая распиаренная в сирии и распиаренная в нашей пропагандистской машиной нашими известными пропагандонами которые говорят какой-то там дональд кук крейсер американский вошел потом его обычная сушка гоняла гоняла по всему черноморью там якобы даже обкакались американцы подали рапорта увольнений и так далее где это все где эти знаменитые аналогов нет я помню кучу роликов снятых якобы в сирии где вот эти вот система активной защиты типа шторы на танках т-92 опять же на советских танках сейчас основной боевой танк этот т-72 напомню т-72 это прокировка идет по угоду создание 72 года было 50 лет назад такой плохой советский союз был может быть я немножко невнятно говорю и перескакиваю потому что ну не выспался и просто говорю вот что и идет это такой экспромт walk and talk по-английски идем и говорим вот посмотрите на загнивающую европу на прекрасный пляж на молодежь а девушек на юноши прямо загнивает европы без российского газа страшно это при том что цены здесь на все дешевле чем черешни это трешни два евро можно эти соседней румынии она стоит одно 1 евро как и абрикосы тут недвижимость сопоставима с ценой недвижимости в россии я получил тут вид на жительство кстати вот номер 17 сначала идет тут моя дата рождения 1105 977 потом год а потом 0017 это уже номер вида на жительство удивительное совпадение тут у меня вид на жительство получен 9 06 выпущен получил его 15 6 странные совпадения верю после этого случайности так что я хочу сказать очень странные события происходят в мире очень странная очень странная спецоперация которая почему-то очень выгодно и изящно настолько уникально вписывается в мозаику который плели глобалисты потому что они давно задекларировали хаос и голод про голод я сделал ролик еще осенью 2020 года когда приехал из бангладеш о том что он грядет но всем было как-то пофиг когда я говорил о голоде когда я говорил об уколах о том что это способ хакнуть по выражению одного лысого и умного израильтянина хакнуть человеческое тело всем было пофигу когда моно видела что двадцать третьем году в конце будет некому буквально убирать трупы на улицах тоже всем было пофигу практически не хотят люди слушать когда я показываю следы ядерного удара когда я показываю залежи слои костей когда то же самое делают на глубине 8 10 метров это то же самое делать кунгуров когда здесь я показываю следы ядерного удара в черногории когда вот сейчас покажу следующий ролик наверно ступени которые вероятно солнышком оплавила и они так скуксились пролегли отдохнуть просто расплавленные ступени тоже всем почему-то пофигу но вот когда цены взлетают в два раза все винят проклятый запад который почему-то арестовал наши золотные активы которые почему-то никто не израсходовал никто не выявил зная о том что грядет почему-то кто-то специально декабрь весь загонял золото в лондон мы же сами не можем хранить у нас же все же разворуют как золотой запас ссср разворовали один одним из подозреваемых был эдуард ростель в 90-х там на урале много было отдано на хранение предприятиям потом предприятие приватизированы вместе с отданным на хранение золотым запасом и как бы никто ничего не нашел вот растворил и золото бывает не только золото там и другие драгметаллы прочее такие интересные вещи происходят по всему миру и если это сложить в пазл вот эти вот горящие поля пшеницы что сейчас происходит вот эти странные пожары на газопроводах по всему миру только в сша больше двух десятков странных взрывов и пожаров на газопроводах и на газоперерабатывать то же самое в китае на предприятиях производства пластмасс что творится в китае отдельная история люди уже выпрыгивают из окон в этом локдауне уже начинаются стычки с полицией то что я говорил когда-то грядет хаос и грядет хиний хаос управляемое опускание стран грядут разрыв поставок это что когда-то сказал что уколу той армии всем куда-то нужно девать и мне кажется что этот паритет рыцарский паритет соотношение сил в начале операции один к одному а сейчас уже три к одному не в нашу пользу тоже как-то укладывается этот пазл но как не знаю может быть ты знаешь напиши в комментарии что ты думаешь по поводу вот эти вот рыцарских чувств этого благородства нашим нашего минобороны которая не объявляет никакую мобилизацию зачем все же по плану или не по плану как ты думаешь воин тоже пиши в комментарии что по плану и почему идет события в шри-ланке точно идут по плану потому что остров никуда не деться почти всех укололи послали первый сигнал уколотом и это будет первая страна где будет максимальный падеж чтобы это скрыть началось все началось все по плану у нас по-прежнему сверхприбыли а почему-то идет сокращение бюджета то есть выдавливание выкачивание денег из экономики то есть крови из экономики как долго может прожить обеспеченный организм я много могу говорить по этому поводу сум сумбурно или не очень но мне кажется идея понятно все идет по плану как все по плану шло те самые пресловутые 8 лет когда почему-то никто не реагировал когда национальные эти батальоны которые финансировал коломойский и не только почему-то не считались ни нацистами не тем получали полную поддержку запада но этот же запад почему-то ездил в россию тот же шваб тот же сурас никто просто его не возникал и шваб дарил книги путину условному путину скажем так тому человеку который вы сейчас все ассоциируют с путин почему-то показывал красивые картинки великолепные про наше супероружие про сарматы которые могут за 10 минут стереть в пыль америку но по факту оказывается что сарматы будут поставлены на боевое дежурство аж концу года этого года вроде бы но я уверен что так и будет потому что ну путин же не врет он же всегда правду говорит верно это я всегда вру очень тоник он раз когда-то врал что особенно устами пескова абсолютно просто железно и вот в этой ситуации я думаю что только полный идиот будет сомневаться что все идет по плану вот это вот стопроцентная правда если товарищ путин сказал что все идет по плану я ему верю и я почему-то уже вот сказал вам много подтверждений того что все идет по плану деньги из экономики изымаются несмотря на то что огромные профициты никто не знаю куда девать по-прежнему они куда-то деваются в какой-то стоп фонд сша по-прежнему цена отсечения 40 долларов то есть все что выше нефть может быть и 200 долларов но мы получим налоги с 40 и на эти налоги сможем напечатать рублей и все поэтому в этом плане для бюджета у нас просто беда бюджет не то получит деньги а корпорации то получит по поводу того что происходит сейчас можно говорить много и долго и все укладывается прекрасную картинку в один пазл пазл называется великая перезагрузка great reset по каждой фразе практически по каждой теме нынешнего разговора я сделаю отдельный ролик уточняющий будет некоторое количество роликов они запланированы но в принципе все понятно я думаю что этот обзорный ролик который подтверждает а что все что мы с моной говорили происходит сейчас это правда и касательно голода потому что заработал церны странные облака появились и сразу резко тут похолодало скачок на минус 7 примерно градусов это не есть нормально вот здесь я это почувствовал именно здесь странные облака по всему миру кто хочет может погуглить церн клаус или церн облака по-русски именно вот совпало так по церну тоже будет ролик сейчас немножко шумно я пройду и продолжу записывать подождем ну а пока можно погуглить то что я говорю подтверждение кто не верит или не понимает несмотря на селфи палку это неудобно держать ну ладно устает рука можно прекрасный пазл сложить погодные аномалии которые происходят сейчас по всему миру то что погода регулируется уже никому не для кого из разумных людей не секрет в индии чтобы прожить чтобы быть экспортером а индия крупный экспортер продовольствия была нужно снимать но это это обычно в том климате снимают 4 урожая вот чтобы выжить и урожая неплохие я общался с индусами которые занимались фермерством в бангладеш когда работал там были индусы ситхи такие с тюрбанами прикольные ребята на самом деле выглядят как белые люди практически генетика похожа это там вот внизу как как цыгане более темнокожие а ситхи они классные двухметровые кроме тех с кем не общался так вот они говорят об очень хороших урожаях и четыре раза в год так вот два месяца назад в индии 3 даже были дожди заливала про и жара а сейчас дожди заливает просто соответственно два урожая из четырех похерены огромная жара в в италии и здесь у нас monsanto наверное не будет поставлять и по разные другие компании там сингента бас и прочее не будет поставлять химию урожайность упадет наверное будет проблема с запчастями и с сервисным обслуживанием комбайнов соответственно урожайность упадет проблемы с экспортом хотя сомневаюсь что тот экспорт который шел полностью будет доходить до адреса так потому что она проблема конечно через удобрениями с экспортом делается ли это случайно или сознательно это пусть решается каждый так вот вряд ли все что мы экспортируем доходит до едоков где-то в африке допустим потому что еще и раньше были очень много сообщений что вот эти сухогрузы зерновозы становится где-то на середине моря и просто открывает люди они выгружают потому что при капитализме главная цель не накормить людей а прибыль именно капитализм обязан просто должен устраивать войны и насилие чтобы просто существовать потому что главное в капитализме вампиризм если не вампирит если нету десяти процентов экономически умерших а экономическая смерть означает физическую смерть в нашем мире капитализм не живет вот это вот это не капитализм это окошко вот это вот легкая жизнь европы она за счет выжимания таких стран как россия и африки ресурсов всего мира где 5 процентов населения потребляют 80 процентов ресурсов всего мира но и у нас капитализм миниатюре когда центробанк выдает в экономику 100 рублей должен принять 110 естественно не сможет принять 110 в нормальные замкнутой экономики соответственно приходится делать производителям что они обязаны либо повышать цены на товар производя столько же инфляция либо старт филиацию организовывать то есть продавать меньше создавать искусственные дефициты либо какая-то часть разориться неизбежно это уже заложено в нашей монетарной системе монетарной системе всего мира если кто думает что гражданин израиля коломойский который спонсирует нацбат и спонсировал все это время и поставил зеленского и по сути контролирует его де-факто и юры неважно не может договориться с другим гражданином израиля не будем называть фамилий которые контролируют де-факто и де-юре или с несколькими гражданами контролирует только официально 80 процентов экономики рф называемой рф это очень наивные люди сомневаюсь такие люди смотрят канал цельнозор так что еще раз подтверждаю путин абсолютно прав все идет по плану